Любовь выражается в просьбах, а не в требованиях. Когда мы требуем что-то от нашего супруга, мы становимся родителем, а он – ребенком. Родитель говорит трехлетнему ребенку, что он должен делать, потому что малыш еще не знает, как справляться с опасностями жизни. Но в браке мы равные, взрослые партнеры. Мы не идеальны, но мы взрослые и мы партнеры. Для развития интимных отношений нам нужно знать желания друг друга. Если мы хотим развития любви в наших отношениях, нам необходимо знать, чего хочет наш партнер. Однако важно, как мы выражаем эти желания. Если они звучат как требования, мы стираем возможность интимности и отталкиваем супруга. Но если мы выражаем наши потребности и желания в форме просьбы, мы даем направление, а не ультиматумы. Муж, который спрашивает, может быть, как ты приготовишь тот вкусный пирог, дает жене направление, как любить его, и тем самым строит интимность. Но муж, который говорит, почему у нас никогда не бывает нормального ужина, ведет себя как подросток, требует, и его жена, скорее всего, ответит, хорошо, готовь сам. Жена, которая говорит, как думаешь, сможешь ли ты поменять масло в машине на этой неделе, выражает любовь, делая просьбу. Но жена, которая говорит, если ты скоро не поменяешь масло в машине, она сломается, перестала любить и стала властной супругой. Когда вы просите своего мужа о чем-то, вы подтверждаете его ценность и его способности. Вы, по сути, показываете, что у него есть что-то, или он может сделать поступок, который имеет для вас значение и важность. Однако, когда вы выдвигаете требования, вы становитесь не любимой женщиной, а тираном. Ваш муж чувствует себя униженным. Прошение вводит элемент выбора. Ваш муж может решить, откликнуться на вашу просьбу или отказаться от нее. Потому что любовь всегда — это выбор. Именно это делает ее значимой. Знание того, что мой супруг любит меня, настолько, что откликается на одну из моих просьб, эмоционально сообщает мне, что он заботится обо мне, уважает меня, восхищается мной и хочет сделать что-то, чтобы порадовать меня. Мы не можем получить эмоциональную любовь с помощью требований. Мой супруг действительно может подчиниться моим требованиям. Но это не будет выражением любви. Это будет актом страха или вины или какого-то другого чувства. Ну, точным любви. Таким образом, просьба создает возможность для выражения любви, тогда как требование подавляет эту возможность. Любовь — это когда мы просим, а не требуем. Субтитры создавал DimaTorzok